Сквозь толщу земли и камня к античности в Белгороднестровской крепости археологи изучают развалины средневековой турецкой мечети, а также христианского храма, который находился на том же месте. Историки уже установили, прямо на месте раскопок расположены еще несколько гораздо более древних строений, что раскопали ученые. Смотрите далее. Пока туристы ходят вдоль стен Белгороднестровской крепости, возле сторожевой башни работают археологи. Территорию раскопок оградили сигнальной лентой и забором. Здесь в 15 веке находилась турецкая мечеть. Эту мечеть построил якобы сам султан Байзет II, который организовал осаду Белгорода в 1484 году и взял успешно этот город после двухнедельного обстрела. И вот якобы он и соорудил в честь победы, собственно, вот эту вот султанскую мечеть. Эвлеч или Би пишет, что она так и называлась – мечеть Байзета. Сейчас на поверхности только минарет. Археологи откопали часть фундамента мечети. Раскопки здесь начинали еще румыны в 30-х годах 20-го столетия, а затем в 70-х еще одна археологическая экспедиция. Тогда наткнулись на развалины христианской церкви времен Молдавского княжества. Сегодня ученые уже нашли пол султанской мечети и северо-восточный угол здания. Это вымостка вдоль стен, что она, похоже, связана с этой мечетью, со стенами этой мечети. То есть они составляют единый комплекс. Теперь ищут вход в мечеть, которая вмещала до 150 верующих. Для этого уже перекопали тонны земли и камня. Лопатами, кайлом и другим инструментом работают все – и академики, и студенты. Дмитрий – студент-историк. На раскопках проходит практику. Говорит, уже сделал несколько находок интересующего его периода. Лично для меня это 15-й век, потому что это такой переходный, грубо говоря, век в истории человечества. Это когда уже появляется огнестрельное оружие и различные события в Европе, и они все взаимосвязаны. Сейчас раскопки ведут на площади примерно 100 квадратных метров. И археологи уже успели сделать несколько интересных открытий. Так, под основанием мечети нашли стену здания предположительной эпохи Золотой Орды. Стены толщиной примерно 70-80 сантиметров. В разрезе видны камни и черная полоса. По мнению ученых, в таком доме мог жить представитель средневековой знати. Вот когда это жилище перестало функционировать, слой пожара, обвалилась кровля. И вот эта линза пепельная, она как раз маркирует время полного прекращения функционирования. Ну а дальше вниз, внизу мы нащупали пол. Но и это еще не все. Один из раскопов уже больше трех метров глубиной, что позволило археологам заглянуть в прошлое больше чем на тысячу лет. Вот эти средневековые слои, а их подстилает очень мощный культурный сло античного периода, связанный с древнегреческим городом Тира. Здесь, собственно, два больших горизонта. Это римский период, который распространяется вплоть до первых веков нашей эры, и греческий, так сказать, период, связанный непосредственно с эллинскими колонистами. По мнению ученых, общая площадь комплекса мечети составляла более 400 квадратных метров. Всю эту территорию надо исследовать, пока позволяет погода. Возможно, какие-то из находок получится отреставрировать, а найденные предметы пополнят музейные коллекции. Александр Полуев, Игорь Казанжи, 7 канал.